Здравствуйте, меня зовут Наташа Холланд. И сегодня я с вами встречаюсь здесь, прямо в моей студии, студии художника, для того, чтобы познакомить вас с моей новой картиной. И эта картина называется торжество любви. Она пришла из моих личностных отношений с Господом. Я увидела такое видение, и я подумала, как бы было здорово его нарисовать. Я увидела эту картинку, как я и Иисус встретились там, в духовном мире, в Царстве Небесном, которое внутри меня, и туда я прихожу каждый день для того, чтобы встретить Его. Моё тело – это портал, это дверь, через которую я вхожу в Царствие Небесное. Почему я могу так сказать? Да, мы все знаем, что Иисус – это дверь, но Он во мне. Он во мне, а я в Нём. И мы теперь одно. И Он является этой дверью внутри меня. Поэтому и я тоже дверь, я портал. Мы единое целое. И нас невозможно разделить. И здесь очень интересно всё, в общем-то, всё описывается в этой картине. Мы находились в реке жизни. Мы зашли туда, мы брызгали с водой, мы любили, проявляли любовь друг к другу, радость, радовались тем моментом, что мы теперь вместе, что мы можем смотреть друг на друга, общаться друг с другом. И это делаю я всегда. Порой мы ходим по полю, собираем цветы. Иногда я делаю венок, плету венок и кладу его на голову Иисуса. Вы знаете, Он тоже умеет плести венки. И Он тоже кладёт мне на голову венок. И говорит, а это ромашки для Наташки. И это очень интересно. Вот такие близкие и очень, я бы сказала, интимные отношения у меня с Господом. И я имею также отношения и с отцом. Порой я иду туда, и прихожу к его трону, сажусь к нему на колени, обнимаю его. И с Духом Святым я тоже общаюсь, общаюсь с Ним постоянно. Я думаю, многие из вас тоже это делают. И эта картина как раз о том, о том, как Господь любит нас удивлять. И вот пока мы там плюхались в этой речке, в реке жизни, может, я там и умывалась, я люблю это делать на тот момент. И вдруг я смотрю, с неба падают розы. Одна, две, три, и вдруг целый дождь, прям водопад какой-то роз. Они летели и летели. И первое название, которое я хотела дать этой картине, это «Миллион алых роз». Но картина не позволила дать такое название, потому что если бы я заполнила тут всё розами, так как я видела это в видении, то картина, в общем-то, бы не получилась такой гармоничной. Хотя, наверное, можно было бы поработать. Я не знаю. У меня получилось так, как получилось. И я чувствовала, что надо именно так. И эта картина, она передаёт вот эту радость. Моё удивление этому сюрпризу. Эти розы летели и летели. Откуда они взялись? Конечно же, там наверху были ангелы. Они с корзинами подлетали и высыпали эти розы. Они летели на меня, лепестки от роз. Оно всё падало, плюхалось. Именно вот мне нравится, как я передала здесь лицо Иисуса, как Он смотрит, Он с таким удивлением, не удивлением, а с таким восхищением над тем, что я радуюсь и восхищаюсь, и удивляюсь. Он сумел меня удивить. Он сумел меня порадовать. И вы знаете, Господь хочет этого. Он хочет нас радовать. Он хочет нас удивлять. Вы помните эту песню? «Радовать тебя хочу сегодня радовать». И как-то Господь мне прям вот с утра начал петь такую песню. И я думаю, что эту песню именно Бог дал с отцом Павершвили, если я не ошибаюсь, имя. Именно ему эта песня пришла, эта песня замечательная. И я думаю, именно Господь дал ему эту песню. И эта картина, она подвигает меня думать о единении с Господом, о единстве. Я размышляла, и она мне проповедует, и она проповедует вам. Используя эту картину, Дух Святой хочет поговорить, как я понимаю, сегодня с вами о единстве с Господом, о том, что уже не я живу, а живет во мне Христос. И мы одно, мы одно целое, мы едины. И мои руки, это уже Его руки. И мои глаза, это уже Его глаза, мои уши, Его уши. И когда я говорю, это Он говорит. Он желает видеть через нас. Господь, Он в тебе и во мне. Но и мы в Нем, и мы одно, и мы неразделимы. Он желает видеть мир твоими глазами. Но в то же время Он желает, чтобы ты видела или видел этот мир Его глазами. Смотрели на людей, которые в нужде, которые в радости, которые в болезни. Смотрели на всех людей Его глазами и оценивали ситуацию так, как оценивает Ее Господь. Чтобы не судили, как сказал Иисус, не судите, да не судимы будете. Чтобы мы могли прийти в это состояние и могли любить так, как Он. Просто так. Любить не потому, что люди любимы и любовны для нас, а потому, что мы любовь, как Он. Потому что это любовь Его. Она проходит через нас и касается людей. И мы должны к этому состоянию прийти. Мы должны это не то, чтобы этому научиться, а мы должны просто позволить, чтобы это случилось. И это случится само собой. Потому что чем чаще и больше мы будем в таком единённом общении с Господом, тем быстрее это придёт в нашу жизнь. Тем быстрее это получится у нас. И это получится само собой. Нам не надо напрягаться, чтобы любить. Любовь, она будет выходить из нас. И сегодня, когда я готовилась к этой... Я даже не люблю называть это проповедью. Потому что для меня это не проповедь. Для меня это слово, которое я высвобождаю. Я высвобождаю то, что говорит Дух Святой. Он говорит через меня вам. А я всего лишь тот сосуд, который он использует. Вот так я желаю, чтобы это было. И я думаю, что это так и есть. Господь касается сердец через меня, через мои картины, через эти слова. И я хочу вам прочитать, либо спеть, либо то и другое песню «Единение с моим возлюбленным», «Которую дал мне Господь». И как я уже предупреждала, что я не певица. Поэтому не судите строго. Это не будет песня. Это будет рассказ, который я буду петь. Когда мы приходим к Господу и наполняемся им, мы наполняемся им так сильно. И вот это вино любви Божией, оно наполняет каждую клеточку нашего тела. И мы начинаем чувствовать, физически чувствовать его присутствие на нас. И тогда приходят эти слова. Я хочу быть хмельной от твоей любви. Я хочу быть хмельной от твоей любви. Мой возлюбленный, мой Господь, Объединенной любовью твоей навсегда. Наполняться тобой, Растворяться в тебе, Мой Господь, Мой герой, Мой герой. Я хочу быть хмельной от объятий твоих, Поцелуев твоих, Мой Господь, Мой жених. Я хочу быть хмельной, Наполняться тобой, Опьянеть от любви. Наполняй, Мой Господь, Ароматом вина. Наполняй, Наполняй. Вы знаете, бывают такие моменты в нашей жизни, Когда мы наполняемся, Когда мы наполняемся и наполняемся, И наполняемся Господом. И я ощущаю в этом наполнении его близость, Его поцелуи, Его любовь и его объятия, Его прикосновения. И может быть, я бы не посмела так говорить, И может быть, я бы не посмела так петь, Если бы не песня песней, Которая говорит нам об этом. Да лапзает он меня, Лапзаньем уст своих, Ласки его лучше вина. Ароматом своим, Ароматом святым, Наполняй. Растворюсь я, Как капля воды. Растворюсь я в тебе, Как вине растворюсь. Навсегда. И теперь мы одно, Ты во мне, Я в тебе, Ты мой царь, Мой супруг, Мы одно, Мы одно, Мой Господь, Мы одно, Ты и я, Ароматы любви Привлекают меня, О, Иисус, Ты во мне, Я в тебе, Мы одно, Невозможно, Невозможно теперь разделить, Мы одно, И твоя любовь, Лучшее вино, Лучшее вино. Поцелуями я осыпала, Твое светлое лицо, О, Иисус, Я целую любовь, Мой возлюбленный, Мой возлюбленный, Как же это понять? Я целую любовь, Таит в сердце мое, Погружаюсь в тебя я вновь, Таит в сердце мое, Я целую любовь, Я целую любовь, Я целую любовь, И теперь мы одно, Ты во мне, Я в тебе, Ты шепчи о любви, И любовью своей увлекай, Наполняй до краев, О, Иисус, наполняй, И любовью своей Объединяй, Объединяй, Ты прекрасен мой друг, За собою меня увлекай, Увлекай, Мы танцуем вдвоем, Я в объятиях твоих, Крепко-крепко меня Обнимай, Поцелуями одари, Я желаю тебя, Мой Господь, Мой Бог, Ты собою меня Наполняй, Растворяй В ароматах любви, Растворяй, Растворяй, И теперь над невестой Говорит о своей любви, А мою любовь, А мою любовь, Как вино, Ты вкушай, Ты вкушай, Ты любовь мою, Как росу, По крупицам Собирай, Драгоценный сосуд Слезами любви Наполняй, Мой возлюбленный, Как жемчуг ее Собирай, Собирай, А теперь Иисус Поет нам Я любовь твою, Как росу, По крупицам Соберу, Как вино буду пить В драгоценный сосуд Положу, Твои слезы любви Как жемчужины Сохраню, Сохраню. Многие из нас, наверное, Слышали, что Иисус Собирает наши слезы В жемчужины, Как жемчужины. Он собирает их В маленькую бутылочку, А может быть у кого-то И в большую бутыль. Он собирает эти слезы И Дух Святой Делает это Так же. Потому что Иисус И Дух Святой Это одно. И далее Иисус говорит Я расширю твою внутренность И сделаю ее Бездонной. Я должен сделать ее Собой, Чтобы вместить туда Мою любовь. Почему я Имею дерзновение Говорить такие вещи? Почему я говорю О Иисусе И себе Как об одном целом? Потому что Об этом Говорит Библия. Потому что Об этом Говорит Писание. Об этом Говорит Дух Святой. И когда я готовилась Я записала Очень много Мест Писаний Которые я думала Я буду читать вам. Но тогда бы получилось Что все полчаса Или более Сколько потребуется На это видео Я бы только И читала вам Писание Кому интересно Изучить этот Вопрос Вы можете Найти эти места И это сделать Сейчас очень легко И изучать Я хочу Чтобы вы Увидели Так же Как и я Что Иисус И мы Это одно Я хочу Чтобы вы Прочувствовали Его любовь Я хочу Чтобы вы Полюбили Его Потому что Этого Желает Иисус Он желает Вашей любви Он желает Вас Он желает Чтобы вы Наполнялись Им Постоянно Он желает Быть Вами Понимаете Он желает Быть Вас И действовать Через вас И он желает Чтобы вы Были Им Дерзновенно Шли Как Сын Шли Совластью И тогда Молитва Это будет Легко Молиться За больных Будет Легко Потому что Это его Руки Будете Вы возлагать Это его Перстом Вы будете Уничтожать Всякую Болезнь Всякую Инфекцию Всякий Вирус И всякое Проклятие Это от него Будет бежать Дьявол И преклонять Пред ним Колени Когда он Будет смотреть На вас Он будет Видеть Христа Вот поэтому Нам надо знать Откровение О единении Что мы Одно Целое Что вы Невеста Вы И Христос Едины Что церковь Это тело Его А если Его тело Значит И он Сам Глава Неотделима От тела И руки Неотделимы От главы И глаза Не действуют Сами По себе И уши Не слышат Что попало Ваша Речь Это его Речь Вот так И должно Быть Этого Единения Желает Господь И тогда Вы будете Знать Что вы Едины Когда вы Будете Наполнены Им До такой Степени Что уже Ничего Другого Вы не Будете Желать Вы будете Желать Только Его Вы будете Желать Этого Наполнения Вы будете Желать Того Чтобы вы Были Пьяны Пьяны В хорошем Смысле Этого Слова Пьяны Его Любовью Потому что Его Любовь Она Лучшее Вино Как Это Прекрасно Наполняться Его Любовью И когда Вы будете Закрывать Глаза И приходить В духе К нему Для этого Не надо Будет Много Усилий Все Что вам Будет Необходимо Это Закрыть Глаза И вы Уже Окажетесь Там Там В его Присутствие Присутствие Отца Присутствие Духа Святого Наполняйтесь Таким образом Каждый День Каждый День Только Таким Образом Вы сможете Узнать Его Любовь Вы сможете Ее Практиковать Только Через Такие Познания Христа И через Эту Близость Вы Сможете Действовать Как Сын Имеющий Власть Вы Сможете Не просто Узнать О любви Или Прочитать О ней В писании Вы сможете Познать Ее Потому что Это слово Познать Оно имеет Огромную Глубину Оно имеет Интимность Допознал Допознал Адам Еву Это познание Близости Супругов Вот о чем Говорит Библия Вот какую Близость Желает С вами Господь Именно Об этом Эта Картина Именно Об этом Была Эта Песня Эти Стихи Именно Об этом Я желаю Говорить И вы Знаете После Этой Фразы Когда Господь Сказал Что я желаю Расширить Тебя Я начала Видеть Такое Видение Сначала Я видела Волну И там В волне Эта волна Была Духа Святого Она была Большой И я Иисус Мы находились Как бы Внутри Этой Волны И у нас Торжество Любви Торжество Радости Нашего Соединения И нашего Присутствия Друг с Другом Ведь поймите Не только Вы желаете Присутствия Божьего Но и Он желает Вашего Присутствия Он желает Чтобы вы Были Рядом Вот такого Единения Хочет Господь Вот такого Единения Он желает От своей Невесты Но невеста Это не только Вся церковь Также и Каждая душа Является Его невестой Или мы Можем Сказать Тем С кем Он желает Соединиться Ведь Невеста Это прообраз Единения И тело Это прообраз Единения Для чего-то Господь Оставил нам Эти образы Для того Чтобы мы Понимали О том Что он И мы Или он И ты Вы Одно Одна Душа Один Дух Раньше Я все время Думала Что это Мой Дух И Дух Христа И мы соединились И вот так Два Духа Но Писание Говорит не так Писание Говорит Что соединившийся С Господом Есть Один Дух С Господом Поймите Мы Один Дух Дух Святой Это Ваш Дух Мы Один Дух С Господом Я продолжаю Говорить Об этом Видении Которое Я увидела Но Волны Стали Пребывать И потом Была вторая Волна Третья Но они Не шли Одна За другой Вот так Как на море Как в обыкновенном Океане Или море Когда мы Бываем там Они шли В круговую Как бы По кругу И это Был Своего рода Такой Закрученный Я бы не сказала Смерч Но такой Закрученный Образ Несущий Нас На самое дно И я Немного Я не то Чтобы испугалась Нет Я говорю Господь А если Нас туда Внизу Несет Вот этот Ураган Волн Волны Они вот так Одна за одной Но они Не были Такими Агрессивными Они шли Вниз И вот это Они шли И шли И шли Вот так И создавали Такое Кольцо Идущее Вниз И Как бы Бездонное Это как раз То Что сказал Господь Но мы Были Наверху Вода Была И сверху И Господь Сказал Это не страшно Если мы туда попадем То это Дух Святой Как прекрасно Находиться В Духе Святом И бояться Ничего не надо Просто Господь Хотел показать Мне Глубину И когда Я подняла Глаза Я увидела Свет Там за Волнами И этот Свет Стал Приближаться И когда Он стал Подходить Я увидела Отца Отец Был Как Свет Он Приближался И я Видела Его фигуру И тут же Я почувствовала Себя у него На плече Это говорило О том Что последнее Время Когда я Прихожу К отцу По вечерам Когда я Пытаюсь Уснуть Я Вижу Отца И я вижу Себя у него На плече И так Я усыпаю И я могу Приблизиться К нему Так близко Я могу Говорить ему На ухо Как я его Люблю Я могу Целовать его Щеку Я могу Чувствовать Его щетину Его бороду И вот Эти ощущения Они Дают Что-то Особенное Нам Поймите Когда мы Думаем Об отце Вот так Близко Вот так Интимно Мы оказываемся Рядом с ним В духе Поверьте в это И примите Это верою И вот Я оказалась В этом Окружении Отец И сын И дух Святой И я все время Весь этот момент Когда созерцала Эту картину Которую Показывал мне Господь Я думала А не выдумываю ли я Что-то здесь Сама Не воображаю ли я Это сама Может это Не Господь Мне дает И потом Господь Стал со мной Говорить Он стал Мне объяснять Что то Что я вижу Это находится У меня Внутри И Однажды Мне уже было Введение Много Много лет назад Когда я попала Вовнутрь себя И в этом Введении Я ничего не видела Кроме темноты Сейчас было Все по-другому Тогда Я просто почувствовала Я реально Физически почувствовала Как я попала Вовнутрь себя Как бы даже Как скрип Такой раз И я внутри И я испугалась И услышала Голос Иисуса Сейчас Все было по-другому Я просто закрыла глаза И я уже была там Я увидела волны Я увидела Иисуса Я увидела Отца Я увидела Как увлекает меня Вот этот вот Круговорот Вол Вовнутрь Куда мы в принципе И не пошли Но это бездонность Это бездна Которая призывает Бездну Вот что хотел Показать мне Господь Он показал мне Что находится Внутри меня И сразу вспоминается Этот стих Бездна Бездну призывает Он сказал Я хочу Расширить тебя Я хочу Углубить тебя Сделать тебя Бездонной Вот что хочет Господь Сделать С вами Он хочет Углубить вас Он хочет Расширить вас Он хочет Сделать вас Бездонными Чтобы поместить Туда Свою Любовь Он хочет Сделать Вас Собою Понимаете Это его Желание И если вы Начнете изучать Этот вопрос Вы увидите Что все писание Говорит об этом Все писание Говорит о том Что мы И сын Одно Говорит о том 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 Субтитры создавал DimaTorzok